Участники коллегии рассмотрели спектр вопросов, касающихся развития системы образования в Донецкой области. Так, одна из главных проблем в регионе – это нехватка мест в детских садах. За период с 2007 по 2011 годы в области была восстановлена работа 25 дошкольных учреждений. Количество мест увеличилось со 112 тысяч до 130 и все равно проблема остается. Зарастание количества детей дошкольного века с 2003 года отбывалось швидше, чем охопление дошкольного света. Поэтому переполненность дошкольных учреждений. Зазначенный факт характерен в большей мере и для мест, где наполненность по дошкольным учреждениям становится 112%, среднеукраинский показатель по местам – 113%. До 2016 года в области хотят на 100% решить проблему обеспечения дошкольным образованием детей региона. С этой целью количество мест в детских садиках будет увеличено еще на 11 тысяч. К тому же местные власти обещают создать там более тысячи новых рабочих мест. Председателю Болгосадминистрации Андрей Шишацкий предложил руководителям местного уровня более активно говорить о проблемах в этой сфере. Что нужно, какая помощь всякого. В первую очередь я понимаю денежная, надо какая-то административная для открытия детских садов, переоборудования, восстановления, открытия групп, садик, школа для того, чтобы мы эту проблему решили. За последние 4 года количество школьников в области уменьшилось на 40 тысяч. Стало меньше и школ. Исчезли 57 учебных заведений. Однако, по данным Юрия Соловьева, система среднего образования готова к тому, что количество школьников в дальнейшем будет расти. Анализ демографической ситуации позволяет прогнозировать увеличение количества школьников до 2020 года до 410 тысяч. В том, что сформирована на сегодня мережа загальноосвитных учебных закладов в целом по области полностью задовольняет учебные вопросы населения. Впрочем, помимо количественных показателей важны и качественные. Так, за 4 года количество школ, подключенных к интернету, выросло с 14% до 96%. Однако, в вопросах компьютеризации образования есть и немало проблем. Программа «Моя свита Донеччины» предусмотрена к 2016 году подключить к интернету все школы Донецкой области. Причем, это должен быть скоростной интернет, который обеспечит возможность создания единого информационного пространства для школ. Что касается школ, тоже отдельно жду от вас обращений, где что нужно помочь всем мэрам и главам райадминистрации. Обратите внимание, чтобы мы в летний сезон к новому подготовились к учебному году, чтобы у нас школ аварийных не было, не было школ неподготовленных к отопительному сезону. Более сложные проблемы стоят перед системой профессионально-технического образования. Пока не решен вопрос, кому она должна подчиняться и кем финансироваться, трудно говорить о ее развитии. Тут надо как-то куда-то уже двинуться, надо, конечно, понимать, либо она переходит на областной уровень, либо она остается государственной. Получается, финансирование идет через нас, в собственности государства. И в итоге страдает материально-техническая база, потому что ПТУ как бы еще не отдали, а мы еще не взяли. В целом, основная задача программы – это повышение качества обучения на всех уровнях системы образования. Поставленные проекты завдания предпочают, с одного боку, смитление материально-технической базы научных закладов и расширение учебных послуг для населения области, женщины, качественные изменения в организации и смитстве научно-выходного процесса. В целом, решение завданий, предпоченных программой, позволит забезпечить конкретно здатных, затребованных на рынке праи фаховцов. Сергей Болдрев, Первый муниципальный.